Приветствуем всех, кто зашел именно на наш канал. С вами, как всегда, Юля и канал New Technology. Сегодня будем говорить о новых флагманах от поисковика Google. Это Pixel 2 и Pixel 2 XL, презентация которых прошла 4 октября в Сан-Франциско. Сказать, что компания сразила наповал какими-то уникальными характеристиками не получится, так как на сегодняшний момент всем производителям смартфонов доступны одни и те же комплектующие, из которых и собирается очередной флагман. Поэтому в Google решили сделать вставку не на железо, а больше на софт, который связали с искусственным интеллектом. Что из этого получилось, вы узнаете из моего обзора. Итак, начнем с дизайна аппаратов. Смартфоны стали логическим продолжением прошлогодней линейки Pixel. Дизайн немного изменился, сохранив при этом фирменные черты, такие как металлический корпус со стеклянной вставкой сзади, которая, однако, стала значительно меньше, и кроме этого, дактилоскопический датчик теперь разместили за ее пределами. Кроме этого, следует отметить функцию Active Edge, при которой смартфоны реагируют на сжатие боковых грани корпуса, с помощью которых можно запускать Google Assistant, управлять входящими вызовами, запускать приложения и делать снимки. Производитель уверяет, что алгоритмы машинного обучения отфильтровывают случайные сжатия и позволяют Active Edge срабатывать только тогда, когда смартфон сжали намеренно. Также на тыльной панели находится основная камера в количестве одной штуки, что противоречит нынешней моде на двойные камеры, крупная двухсекционная светодиодная вспышка, лазерный автофокус и внизу значок компании. Оба смартфона получили защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет погружать их под воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Pixel 2 получил дисплей диагональю 5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек с плотностью пикселей 441 ppi, 95-процентным охватом DCI-P3 и высокой контрастностью 100 тысяч к одному. Выполнен экран по технологии AMOLED с соотношением сторон 16 к 9. Его старший брат Pixel 2 XL оснащается широкоформатным 6-дюймовым P-OLED дисплеем с соотношением сторон 18 к 9, разрешением 2880 на 1440 точек, плотностью пикселей 538 ppi, стопроцентным охватом DCI-P3 и высокой контрастностью 100 тысяч к одному. Рамки вокруг экрана у Pixel 2 XL сравнительно небольшие, причем сверху и снизу отступы чуть шире из-за наличия двух мощных динамиков. У младшей модели рамки толще, здесь 5-дюймовый дисплей занимает 67,9% площади лицевой панели, а 6-дюймовый экран Pixel 2 XL 76,4%. И еще одна любопытная деталь. Углы экрана у большей модели аккуратно закруглены. Это хорошо заметно по картинке на экране, а у меньшей модели дисплей традиционно прямоугольные. Также новые смартфоны получили функцию Always on Display. Экран устройств всегда включен и выводит важную информацию, как уведомления о сообщениях и звонках, а также дату и время. При этом помимо экрана включен и микрофон. Он в фоновом режиме способен распознавать музыку, играющую в помещении, и выводить название исполнителя и песни в нижней части экрана, без вмешательства пользователя. При нажатии на эту строку открывается окно ассистента, в котором можно прочитать слова песни, посмотреть видео на YouTube или загрузить весь альбом в Google Play Music. Двойной таб по дисплею активирует его и отображает полные уведомления. Сами экраны защищены стеклом Gorilla Glass 5. Теперь поговорим о камере устройства. Она не двойная и при этом она лучшая в своем классе. Авторитетный ресурс Gizomark поставил камере Pixel 2, Pixel 2 XL высокую оценку 98 баллов. Возможности дополнительной камеры в плане зуммирования и портретного режима с размытием заднего фона обеспечиваются программными алгоритмами машинного обучения, при котором система анализирует изображение и выделяет различные объекты в кадре, благодаря чему позволяет получать портретные снимки с качественным эффектом боке. Данная функция работает как в основной, так и в фронтальной камерах. Обладает основной модуль разрешением 12,2 мегапикселя, апертурой f1.8 и довольно крупными 1,4 микрона элементами матрицы. Фирменная технология HDR Plus позволяет гуглофонам второго поколения лучше любых других аппаратов на рынке отображать сцены с контрастным освещением. На каждое нажатие кнопки съемки смартфон делает несколько снимков с разной экспозицией, после чего алгоритмы составляют из них один так, чтобы сохранить детали как на самых темных, так и на самых светлых участках. Ну а гибридная система стабилизации изображения в сочетании оптической и электронной даст четкость и резкость при съемке видео. Есть автофокус, обладающий лазерным детектором с двойной пиксельной фазой. Функция улучшения лиц и аналог живых фото от Apple, когда вместо статичного снимка создается короткое видео. Отдельное внимание было уделено сервису Google Lens, который позволяет, используя камеру смартфона как видоискатель, распознавать информацию, которая находится в кадре. Например, можно распознать контактную информацию с объявления и сразу сохранить, не вбивая ее вручную. Или получить справку о том, что за памятник или архитектурное сооружение перед вами. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, в приложении камеры будет отдельная кнопка. Есть запись 4K видео. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп с диафрагмой f2.4, размером пикселя 1,4 микрона и позволяет получать снимки хорошего качества. Оба смартфона работают под управлением новейшей операционной системы Android 8, в которой используется эксклюзивный Pixel Launcher. Из самых заметных изменений, эта панель поиска переместилась в нижнюю часть экрана. Появился новый виджет, который выводит важную информацию, такую как погода, время, предстоящие дела и так далее, на главный экран. Кроме этого, верхняя панель уведомлений стала полностью прозрачной. Ну а серой полоски со значками внизу больше нет. Пиксели сделали еще один шаг в сторону визуального упрощения интерфейса. Кроме этого, усовершенствованный Google Assistant работает в режиме «постоянно включен», то есть слушает, что происходит вокруг и может реагировать на голосовые команды даже в режиме ожидания. Также в пикселях нашли применение технологии дополнительной реальности, с помощью которой можно выполнять различные действия, начиная от игр и заканчивая дизайном интерьеров. Технология еще не доведена до совершенства, и ей есть куда расти. Как и в случае с первым поколением пикселей, владельцы новинок смогут хранить неограниченное количество фотографий и видео даже в разрешении 4К в сервисе Google Photos. Также важно отметить, что Pixel 2 и Pixel 2 XL будут получать обновления Android и патчи безопасности как минимум три года с момента выпуска, а об этом сказано на официальном сайте Google. В обоих смартфонах заявлены большие высококачественные стереодинамики, беспроводной HD-звук с поддержкой LDAC и три микрофона для шумоподавления. Новые Pixel используют 64-битную систему Octa-Core на чипе Snapdragon 835 от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 2,35 ГГц и графический ускоритель Adreno 540. У обоих аппаратов по 4 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и 64 либо 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумуляторов старшей и младшей модели – это 2700 и 3520 мАч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка, за 15 минут подключения к зарядному устройству смартфон получает энергии на 7 часов работы. Из необычных характеристик следует отметить поддержку электронных SIM-карт. При этом имеется и возможность использовать старые добрые nanoSIM. Габариты нового 5-дюймового пикселя 145,7 на 69,7 и 7,8 мм при весе 143 грамма, 6-дюймового 157,9 на 76,7 и на 7,9 мм при весе 175 граммов. Набор беспроводных технологий будет представлен сетями 2G, 3G, 4G LTE, интерфейсами Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, Bluetooth 5-го но ожидаемых нововведений отсутствие разъема для наушников 3,5 мм. Стоит Pixel 2 и Pixel 2 XL в США будут $649 и $849 соответственно, за версии с 64 гигабайтами оперативной памяти. Точной даты начала поставок в Google не назвали. Но с 4 октября открыли предзаказ в США, Канаде, Великобритании, Германии, Индии и Австралии. Позже новинки появятся в Италии, Испании, Сингапуре. Дату старта продаж в других странах компания не сообщила. В качестве бонуса с предзаказом идет бесплатный купон на новую смарт-колонку Google Home Mini. Экономия в $49. Оставляем за вами право решить, нравятся вам эти смартфоны или нет. Ну а я на сегодня заканчиваю обзор. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь на нашем канале и не пропустите наш следующий обзор. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами был канал Mew Technology. Bye-bye! Субтитры сделал DimaTorzok